доброго времени суток дорогие друзья ска 90 60 на связи значит сегодня у нас наша рыбалка как обещал сыграем турнир значит переходим на вкладку форумные турниры сходу будем играть отборочный попал и так на нет отборочный турнир колесо фортуна называется принципе здесь есть условия вкратце нам надо выловить нельму максимального веса для этого нам дается 50 минут соответственно локация северо-запад узкий карман рыба нельма вес заменяется то есть допустим вам надо поймать максимальный вес нельмы если вы поймали 20 килограмм потом поймали там 15 то у вас зачет идет все равно 20 килограмм то есть условия предельно понятные для того чтобы сыграть турнира надо скачать вот этот файл дальше можете показать папки скопировать его папочку турнир вот сюда вот копируете заходите соответственно самую игру нажимаете продолжить и соответственно играете тур скажу так что турниры довольно интересная пару турниров сыграл в одном ты занял последнее место вообще стыд позор да но все равно первый блинком как говорится ничего страшного так турнир номер 47 нельма и так дальше снасти вот все это дело я выставил уже подготовил 300 рублей оплачиваем это понты и ерунда то есть деньги у нас есть поехали ловить нельму так переходим на локацию дабы экономить свое мое видео я ускорю этот весь процесс соответственно на видео и в общем будем как-то так из этого исходить значит ловим нельму на блесну по сути что могу сказать за турнир то что я увидел на форуме то есть условия как это все дело оформлена довольно приятно довольно красиво то есть арбитром респект большой что по поводу того как я буду играть и вообще такие приоритеты и цели значит поскольку турнир турнир отборочный соответственно хочу хотя бы попасть минимальный круг то есть чтобы не вылететь первом туре вот дальше главное не победа главное участие первый блин у меня проводился комом да я не ожидал там было задание выловить 8000 килограмм ровно да я ловил чебака чебак короче рыба была надо было чебака ловить кстати первая нельма у нас есть уже на 18 900 большая нельма не знаю какая тут есть максимальная но я видел что боты ловит 20 килограмм 125 граммов за весь турнир дальше так вот первый турнир который играл ребятки я занял самое последнее место была рыбка чебак и надо было наловить 8000 грамм то есть притык выше 8000 перебор и была дана на снасть нахлость то есть надо было ловить ну либо на муху либо еще на какую-то нажимку да я поймал получается 7957 то есть я думал что в принципе в теории могу там кое-дин шестое знаете вот примерно занять но к сожалению занял последнее то есть там настолько мощные ребята у 6 человек было притык то есть ровный вес я не знаю как они это делают в принципе скорее всего по шкале натяжения смотрят или еще чего когда время не ограничены не ограничены тогда нормальные можно так играть и цевать рыбку и так дальше но чтобы так то грамма я не знаю честно говоря вообще то есть не знаю чтобы так угадать непонятно короче для меня это не под силу к сожалению может когда-то я научусь сейчас я забыл многие вещи в этой рыбалке да и по сути после того как я уходил игра еще чуть передела из локации и так дальше то есть это немножечко другая уже игра по сравнению от того какая была значит можете опять же заметить что скину меня полностью помененный я поменял скин также поменяю некоторые оформления в будущем в следующих версиях игры скорее всего даже в этом видео вы посмотрите что когда я буду грузить результаты на тур то я буду вспоминать заставкой то есть принципе авторы игры не зашили графику то есть графику можно менять косвенно и это довольно таки приятно я хочу хотел даже и хочу сейчас делать какую-нибудь красивую картинку соответственно сейчас вот игра позиционирует себя как hd версия что я хочу сказать hd версия и тут и не пахло на самом деле локации вот что увидите сейчас перед экраном это все очень красиво да но к сожалению вот сейчас вот эти локации то что сделано на движке не знаю или в редакторе локации короче неважно это все красиво нарядно но вот то что в самом меню те картинки при выборе локации в магазин сам то есть соревнований так дальше это все плохой уровень то есть его можно переделать намного круче но к сожалению я делал я скажу так что много экспериментировал так дальше как мод до дополнение к игре так сказать клуб самоденки на кстати на форме есть можно доработать выкладывать может кому понравится так вот что я поняла поняла то что в принципе для того чтобы сделать что-то годное нужно реально день подрудиться времени очень мало то есть даже на запись роликов бывает и нахожу время а тут что-то рисовать годное то есть реально годные допустим взять один магазин и на ним день нужно сидеть соответственно день это время за которое возможно где-то платить деньги времени почти нету все позиции на нашу рыбалку принципе и приоритеты довольно высокий сейчас поставил потому что людям интересно первые серии вообще по 300 просмотров набрала поэтому будем продолжать снимать возможно люди сюда придут возможно кто-то зайдет волду фишерс посмотрит тоже на рыбалку то я снимаю то есть две игры совершенно прекрасные и соответственно у каждой из них уже на душа в этой игре тоже минуточка информации то что много чего узнал на самом деле много очень много да то есть лучше бы не узнавал то есть многие друзья которые были раньше да с которыми общались которые очень сильно помогали и валерий шкварин я помню человек который очень сильно помогал он помогал мне и видосы снимать из youtube каналов и так дальше и турниры играть еще в самом начале и продвигал меня и короче человек с большой буквы вот сейчас царство небесное всем вообще и создателю также и всем кто погиб к сожалению то есть такая печальная нота в этом видео будет потому что ну вот так вот бывает тоже начинаешь часто задумываться над этим всем и лучше не думать ребят лучше живите сейчас если живете то радуйтесь этому потому что жизнь такая такая что ладно не будем об этом у нас турнир на эльма 10000 килограмм ровный вес интересно очень интересно нам да ладно значит не знаю честно говоря что еще поймаю вытащу ли больше не вытащу без понятия но будем пытаться будем пробовать турнир в принципе называется кольцо фортуны но к сожалению или наоборот к счастью название соответствует турниру почему потому что все игроки в одинаковых условиях и по факту все ловят одну и ту же нельму на одной и той же локации то есть кому как повезет то есть реально фортуна потому что по результатам вы увидите что некоторые максимально который можно здесь выловить и они которые то есть соответственно выловить меньше пока у нас за 17 900 результат у меня не впечатляет потому что я думаю что с таким результатом можно пролететь над этим турниром спокойно то есть не попадем десятку 16 участников вроде я видел соответственно 6 отсеется то есть то есть как то так вообще на самом деле по рыбалке я заметил такую активность ребятки оказывается они играют довольно таки много игроков то есть просмотры игра набирает значит не люди играют значит людям нравится не даже на форуме примерно плюс-минус активно 20 человек то есть и не учитывая то сколько играют офлайн эту рыбалку типа и просто как бы не сидят на форуме или не играет турниры то есть игра живет и игра развивается как никак же игра живет просто тогда когда живет комьюнити игроки была одна игра у нас она есть то есть джиннелл зерохал до сих пор не играю ребятки стратежка 2003 года на дворе 2021 год и молодежь и целом игроки активные комьюнити играют ребята стримеры набирают огромные тысячи просмотров то есть почему потому что живет комьюнити игра настолько старая и соответственно столько молодое живое комьюнити то есть раньше создавали шедевр на самом деле ребята сейчас это на чисто выкачка денег чисто коммерция так далее люди делают игры для того чтобы заработать раньше делали игры для того чтобы не только заработать были за идею люди то есть разработчиков была идея так и в нашей рыбалке вот в этой рыбалке которую я сейчас играю то есть разработчики делали проект с целью не заработать с целью для того чтобы игра нравилась игрокам для того чтобы люди играли вообще честно говоря проект типа не коммерческий даже не типа сто процентов не коммерческий разработчик игры зорк умер умер он от рака да ребят к сожалению рак сейчас такая штука что забирает очень многих людей но вот человек после ухода оставил такой шедевр всем просто игрокам и люди когда они играют они получают какое-то удовольствие вот когда люди задумываются что оставить после себя то есть такой момент по-любому приходит и настаёт в основном люди думают типа хочу книг писать или тому подобное так вот скажу что возможно я когда-то сделаю свою игру чтобы люди не играли потому что книга книги прочитают не прочитают и смысл книги в основном пишут люди у которых что-то свое на уме возможные правильные вещи на уме но понимаете книгу прочитают положить на полку и забудут и если люди читают это соответственно они проживают другую жизнь я вообще не люблю книги я читаю основную научную информацию черпаю то что мне надо художественные книги я не читаю но опять же если после себя ставить игру допустим да они книгу то люди не будут играть и получать удовольствие то есть это хорошо я считаю это это лучше чем книгу оставить после себя ставить игру потому что вот сколько сейчас много людей играют и соответственно человек живет тоже потому что он вложил эту игру частичку себя то есть он живет до тех пор пока жива эта игра игра живет в зависимости от комьюнити я надеюсь что даже 2030 и 40 году и мы сядем и поиграем эту нашу рыбалку для того чтобы опять же выковечить память разработчиков и так дальше но всем тем кто топает ребятки нашу землю и вашу нашу всем желаю крепкого здоровья потому что времена сейчас нынче у нас не очень нельма 19 килограмм и поймали чем-то соответственно больше ребят у нас нельмы наверное не будет то есть 24 минуты вряд ли повезет я конечно доиграю турнир и соответственно то что то что будет лишнее я вырежу потому что какой смысл какой смысл составляет до лишние 24 минуты ловли нельмы половили чуть-чуть соответственно выловили свой результат ну и хорош давайте вот эту нельмочку доложим кстати что заметил на движение конечно по натяжению практически нереально сейчас определить возможно какие-то опытные игроки определяют очень сильно по натяжению потому что это весовый фактор да но я сейчас пока не определяю короче 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 пока это все неважно значит значит что 11 килограмм ну и соответственно давайте уже ближе к результатам значит осталось у нас 24 секунды но уже 20 до нельма у нас не клюет и больше нельма у нас не взяла бота на 20 килограмм ловили значит после того как сыграли турнир что мы делаем значит турнир завершён до наибольшую рыбу вы можете видеть на экране далее что мы делаем мы заходим на форм соответственно в раздел турнира нажимаем ответить и прикрепляем файл турнира то есть ищем файл прикрепили его и соответственно пишем отчет файлик который сгенерировался соответственно папочки турнированный сид нажимаем выбрать файл после того как выбор нажмем отправить при нажатии на эту кнопку у нас идет загрузка файлов страничка чуть обновляется и вот сюда мы просто пишем отчет то есть после того как написали отчет и отправили у нас соответственно сыгран турнир дальше нам остается ждать только результатов и так соответственно сыграли мы турнир прошло время заходим оффлайн турнир колеса фортуны и видим на результаты вот можете посмотреть результаты отчет их вошли ребятки последнее десятое место у нас но проскочили просто на тоненькой реально на тоненькой то есть ну будем стараться в следующем туре как-то попасть в шестерку надо или четверку короче не знаю но последнее десятое нас место качаем фан соответственно копируем его папку сыграл скопировали файл папку с игрой соответственно теперь заходим в игру заставку можете кстати посмотреть на своих экранах вот такую вот заставку я себе поставил ну и соответственно все буду дальше доделывать я думаю стало чуть красивее ну да ладно также так объявление турнира и вот этот вот турнир мы играли соответственно проверяем итоги турниров вот 47 и для того чтобы нам подвести итоги надо ждать клавишу пробел 10 место на 47 турнир награды поручили окей ну а на сегодня все ребята всем спасибо за просмотр удачи и пока